Когда не стало Юрия, ему было 19. Он не успел оставить наследников, но зато оставил след в профессиональной борьбе. Некогда пухлый мальчик попал на тренировки к Федору Махутову и за 10 лет стал настоящим чемпионом. В копилке мастера спорта международного класса Юрия две золотые медали первенства Европы среди юниоров, Кубок России и Кубок Алросы. В этом списке могла бы быть и Олимпийская медаль, но судьба распорядилась иначе. В 2017 году во время отдыха на Байкале Юрий попытался примирить отдыхающих, но получил смертельный удар. Вы знаете, я первые несколько лет после гибели Юры вообще не могла физически смотреть на соревнования. Мне было очень тяжело, но глядя сейчас, я, конечно, где-то его, может быть, вспоминаю. Мне приятно видеть, да, и я всегда говорила, что благодаря сыну это тоже стал мой любимый вид спорта. Любимым он стал и для других родственников спортсмена. А на турнир приехали 10 человек из Иркутской области. Среди них сразу три бабушки. Международный турнир собрал на одном ковре более 130 борцов из 7 регионов России и Монголии. Спортсмены борются в 10 весовых категориях. Конечно, такие турниры только усиливают, укрепляют нашу республику. Юрий был очень ярким представителем этого замечательного вида спорта. Спортсмены, которые сегодня приехали, именно показывают свое мастерство, умение, которое они оттачивали на своих тренировках. У вас прекрасная возможность есть завевать высшие медали данного турнира. Тяжелая исходка. Здесь легко не бывает. Я настроился. Я взял свой коронный. Это была сенситива. Так перевод взял. Получилось. И накатил. Идейным вдохновителем и главным организатором турнира стал друг семьи Юрия Никифоров. В 2018 году состоялись первые соревнования. Почему именно память Юры турнир? Потому что я его, во-первых, знал. Во-вторых, это очень яркий пример для подрастающего поколения спортсменов. Я думаю, на таких людей надо равняться. Все расходы по турниру в основном частная инициатива. В этом году поддержать спортсменов решило четыре предприятия. Среди них и генеральный партнер Федерации спортивной борьбы Бурятии и Забайкальское горно-рудное предприятие. Общими усилиями призовой фонд составил 650 тысяч рублей. Отдельный приз в родной весовой категории Юрия до 97 килограммов подготовили родственники спортсмена. Друзья Юрия также не остались в стороне и организовали свой собственный зрительский приз – часы Apple Watch. Он отключался в первую очередь недюжиной силой, веселый был, очень юморной. И, в общем, хороший, порядочный парень. Я думаю, все равно наша помощь была необходимой. По итогу двух дней соревнований спортсмены из Бурятии завоевали четыре золотых, три серебряных и шесть бронзовых медалей. Турнир в этом году попал в единый календарный план Министерства спорта России. А потому победители и призеры не только получили медали, но и выполнили нормативы кандидата мастера спорта.